Сказка для одного актера. В Башкирской государственной филармонии стартовал проект «Поговорим». В дебютный вечер зрители услышали поэтическое произведение Леонида Филатова про Федота Стрельца, удалого молодца в исполнении заслуженного артиста Башкортостана Николая Рихтера. Наблюдал за перевоплощениями актера и наш корреспондент Норманд Скалькис. Играть на сцене сразу несколько ролей, пусть и только голосом, задача нетривиальная. Подобную череду перевоплощений на малой сцене филармонии воплотил актер Русдрама Николай Рихтер. Опыт подобного чтения авторских произведений есть, так что он с удовольствием откликнулся на предложение открыть новый филармонический проект «Поговорим». Получилось так, что позвонили с филармонии и предложили, сказали, Николай, вы бы не хотели почитать сказку про Федота Стрельца? Я сказал, в каком вы видите ракурсе? Они сказали, мы видим вас, а уже как вы это сделаете, это уже на ваше усмотрение. Зрителей ждет цикл вечеров для всей семьи. Сказки народов мира, рассказы, поэмы отечественных и зарубежных авторов. Формат таких встреч будет примерно одинаков. Игранного актера под аккомпанемент живой музыки. В дебютный вечер вместе с Николаем Рихтером выступали солисты ансамбля «Забава». Наша задача – это помочь ему, скорее всего. То есть именно у него задача очень сложная, я считаю, потому что на каждый персонаж надо подобрать как бы и тембр свой, и манеру свою, рассказы. А наша задача – помочь где-то лирику сыграть, где-то обозначить царя. Выбор первого произведения для подобных встреч был в какой-то мере предсказуем. Зрители услышали сказ про Федота Стрельца «Удалого молодца» Леонида Филатова. Как раз самое известное авторское прочтение наиболее близко формату проекта «Филармонии». Примерно будет так же, как Филатов, но не так же, как у него было все, то есть я брал. А по-другому будет, так как вижу я, Николай Рихтер. Все не изменится, слова все остаются так же. Поэтому здесь что-то будет так же, что-то будет по-другому, но будет интересно. Послушать сказ собрался полный зал. В этом и дань памяти знаменитому советскому актеру и интерес к новому проекту. В следующий раз его авторы постараются удивить публику уже другим сочетанием. Норман Скалькис, Радмир Халитов, Россия Культура, Башкортостан.